итак это уже шестой урок и в этом уроке мы научимся применять эффекты к видео с эффектами истории следующие их в автор эффекте огромное количество не за недаром у нас слово эффекты входит в название программы потому что это прям основная часть которая есть применение очень похоже на применение эффекта в премьере единственно с большой раз что здесь их гораздо больше плюс учитывая открытую архитектуру более открытую чем в премьере скажем так самой программы в автор эффект это позволяет сторонним разработчикам писать различные плагины которые легко применяются устанавливаются и расширяют функционал автор эффекта практически до бесконечности с чем и начнем давайте начнем с чего простого с банального блюра чтобы применить какой-то эффект надо либо знать где он находится в этой в этих папках либо знать где он как она называется просто я пишу слово blue и вот все что у меня идет со словом blue первые папки можно смотреть потому что это анимейшин пресеты для на разный случай жизни дальше папка блюры шарпан и уже там много различных блюров возьмем обычный фаз блюр для этого чтобы применить можно перенести сюда можно просто два раза кликнуть при выделенном слое он тоже применится к этому видео и сразу нас появляется панель эффект controls вместо панели project и здесь мы видим уже примененный наш первый эффект те эффекты которые применяются базовые такие как трансформ аудио они и здесь не отражать здесь отражается все что применяется дополнительно и теперь фастбокс блюр можем видеть что здесь появилась папочка эффект и она абсолютно синхронизирована с эффектами которые здесь поэтому можем менять параметр как здесь так здесь допустим blue radius 5 ведь сразу здесь тоже появилось 5 дальше iterations horizontal vertical и прочие настройки каждого эффекта свой набор настроек а что нам делать если мы хотим применить эффект могу вот здесь отключить не только к одной к одному видео а допустим вот еще один хинк я могу двигать видео с клавиатуры влево вправо и с шифтом более крупными шагами тем кто работал на примере будет сложно привык потому что там влево вправо это мы двигаемся по таймлайну здесь влево вправо это именно движение выделенного слоя по картинке вверх вниз тоже самое поэтому с непривычки сначала будет трудно и чтобы не путались для того чтобы двигаться по таймлайну здесь нужно нажимать control влево вправо но это мы отошли в сторону сейчас я возьму другое видео допустим вот как будто бы вот они смотрят снимают как будто бы они смотрят вот на этого чувака и как нам применить эффект неважно будет это блюр или цвета корр или что-то еще общее на все слои которые есть первый вариант это скопировать но это не прикольно потому что потом мы захотим что-то поправить и и у нас это не получится сделать то есть надо будет каждом слое отдельно править поэтому в принципе можно вот так вот нажать control c нажать сюда control в он применился на это плане но конечно для этого у нас есть такая штука как adjustment player чтобы создать новый adjustment layer нужно пойти player new adjustment player вот и adjustment layer работает следующим образом все что выше adjustment layer не попадает под действие эффекта все что ниже попадает сейчас я применю тот же самый эффект к adjustment player вот видите нижний слой у нас благополучно заблёрился целиком и допустим мы можем взять положить сверху нашу при композицию которую мы сделали предыдущем уроке и и сделать такую анимационную заставку допустим эффект blur мы анимируем введя параметр blur radius ok 5 в начале 0 то есть вот заблёрилось и появился текст можем применить когда смыть леру еще один эффект эффект просто чтобы немножко затемнить какой-нибудь допустим curves я применяю немножко пущу и тоже совмещу наверное эту анимацию с точнее даже сделаю ее так и здесь я ее шик то есть что мы имеем у нас на одном adjustment layer два эффекта с двумя точками сначала у нас размытие потом он затемняется и появляется наш титр ну вот примерно так